Всем привет! Мультитулы! Классные, полезные, компактные девайсы, которые вмещают в себя кучу инструментов. На рынке есть их много, но сегодня я вам расскажу про один из интересных мультитулов от фирмы Rockson. Подобный мультитул уже был у меня на обзоре, он мне понравился, он показался мне технологичным, прикольным, хорошо собранным и многофункциональным. Сегодня же расскажу вам именно про новинку 803 фантом от Rockson и чем же он мне так понравился и меня заинтересовал. Дело в том, что у него есть сменные лезвия, то есть сменные ножи, вот эти. И у меня сегодня, кстати, в наборчике есть еще два ножичка, поменяем их, поставим, попробуем, что этот мультитул из себя представляет, посмотрим на его качество и на то, что он может, ну и соответственно на его функционал. Это канал Альпачино, приятного просмотра. Думаю, для каждого мужчины мультитул это полезная и интересная вещь. Итак, данный мультитул у нас поставляется вот такой вот коробке симпатичной, на которой уже нанесены те клинки, которые можно будет одеть на данный мультитул. Но пока что у меня только два клинка, потом вы увидите какие. Мы их потом поменяем. Итак, вынимаем, все просто, цивильно. Что же у нас идет в комплекте? В комплекте у нас идет инструкция. Ой. А еще у нас, что очень приятно, идет шестигранник с такими вот лезвиями. Их вы будете менять, когда затупятся у вас основные, это типа кусачки. Две пары кусачек, два болтика, шестигранник. Это очень приятно, потому что в других мультитулах я такого никогда еще не встречал. Сейчас вам покажу еще отличия. Так, кабура. Замечу, в кабуре нет шестигранника в разных головах, потому как в другом мультитуле, в данном мультитуле, есть в кабуре, вот мы можем посмотреть, есть шестигранники там, разные головки. Вот. Ну это они отличаются. Все мультитулы одинаковыми быть не могут. Вот у нас 803 фантом. Интересный мультитул, который по весу примерно, как и данный Роксон. Название его я уже не сильно помню. Вот. Итак, что у нас есть в наличии у него? Как я и говорил, вот можно открутить данным шестигранником. Вот этим шестигранником можно открутить наши кусачки и их поменять, заменить, если нам это нужно будет. Кусачки у нас подпружинены, плоскогубцы подпружинены, что, как я считаю, очень хорошо, потому что это дает только удобство в эксплуатации и пользовании плоскогубцами. Линейка у нас есть. И хочу заметить ваше внимание на то, что у нас есть различные клипсы. Что тут есть клипсы, что тут. Ну, клипсы, замки, вернее. Это сейчас вам покажу, для чего они нужны. И хочу сказать, это очень удобно. Итак, помимо наших плоскогубцев, соответственно, у ножа есть. Смотрим. Вот с помощью клипсы. Ага, с помощью клипсы мы отодвигаем наши инструменты. Очень удобно, сразу вам покажу, потому что в данном, например, мультитуле нужно все это дело ногтями отгибать, а оно подпружинено. Это также хорошо. Я не скажу, что это минус. Это просто такая особенность. Если просто у вас нету ногтя, то вам отогнуть это будет сложно. В данном же мультитуле все у нас на замочке раз выдвинули наших четыре инструмента, скажем так. Что же у нас здесь присутствует? Вот раз, еще раз. Это у нас какой-то резак. Вот ножичек. Открывашка для пива. Это у нас шило, как я понимаю, для работы с кожей. Это у нас такая вот отверточка, мини-отверточка. Ну и тут, это уже шлицевая отвертка. Какое-то приспособление, как я понимаю, для чистки провода. Возможно. Опять же, вот раз, мы его согнули, отодвинули, и у нас все хорошо закрывается. Если же мы не сделаем эту манипуляцию, вот, я жму и никак закрыть не могу. Потом раз, и закрыли. Все очень легко, просто. В данной стороне у нас пила находится. Пила находится. Замечу, что ее удобно держать. Ею удобно резать, ей удобно работать. Можно вот так держать, пилить. Это мы потом попробуем попилить. Можно вот так держать и пилить. Пила у нас фиксируется, замечу, так же, что очень удобно, потому что я встречал на ранних версиях ганзовских, если я не ошибаюсь, мультитулов, у них не было вот такого вот стопора. И при работе пилочка могла просто ускользнуть, в общем, и сложиться вам по пальцам. Ну, мне лично такого не прилетало, скажем так, но я догадывался, что это могло бы быть. Здесь у нас также на замке находятся наши плоскогубцы, наверное. Ой, вернее, наши ножницы. Вот, я прав. Хочу заметить габариты ножниц, потому что, если сравнивать их с ножницами от этого мультитула, давайте посмотрим, ножницы у мультитулов примерно одинаковые. Да, я думал, что тут ножницы немножко поменьше. Ножницы одинаковые. Они подпружинены, ходят здесь легче, ходят в этом мультитуле, здесь немного жестче. И слаживаются также легко, просто и чуть бы не автоматически. Но, опять же, тут есть у нас замочек. Вот, раз мы слаживаем ножницы, замок не дает закрыть. Только мы нажимаем наш замочек, и пошло складывание ножниц. Очень удобно, стильно, прикольно. Ножницы много кому пригодятся. Перерезать лесочку. Вот, что-то просто из бумаги обрезать. Или обрезать наждачную бумагу, например. Также у нас в комплекте есть, помимо всего этого, нож. Вот у нас большой нож. И сразу же хочу сравнить его с этим ножиком. Потому что размеры совсем не одинаковые, даже близко не одинаковые. Смотрите. Вот, хочу заметить, какие ножи. Тут нож маленький. Это у нас нож Tanto. Что здесь, что здесь. Но в данном мультитуле, который я сегодня обозреваю, можно этот нож заменить. Что и мы сейчас с вами попробуем сделать. Нож также вот на таком фиксаторе. Вот. И чтобы его сменить, нужно просто снять вот эту вот верхнюю часть. Один замочек. Другой замочек. Снимаем нашу верхнюю часть. И ножик у нас легко отсюда вынимается. Вот. Как вы можете наблюдать. Вот раз. У нас уже лезвие ножа в руках. Вставляем, собираем наши лезвия обратно старые. А почему собираем? А потому что для того, чтобы открыть вот эти вот ножики, коробочки с этими ножами. Ну и что, хочу еще заметить, что данные коробочки, что мне интересно было. Они магнитятся. То есть в коробочках этих есть магниты. Вот они. Ну как бы интересно, прикольно. То есть если у вас, например, комплект из вот таких пяти или там не знаю, семи. В общем, со всех ножей. Комплект всех ножей сменных. То они у вас будут магнититься и не потеряются. Что также удобно 100%. Итак, вот у нас таких два сменных лезвия. Я их разобрался, как они открываются. Вот у нас есть замочек. Раз, мы открыли. И можем без проблем вынуть наши лезвия. Вот такое у нас есть лезвие коготь. И вот такое вот с небольшим серрейтором лезвие. Итак, для того, чтобы его заменить, потребуется буквально небольшое количество секунд. Раз. Ножичек у нас снимается. Например, заменили его на коготь. Раз. И закрыли. Все очень просто, легко. Если можно научиться быстро все это делать, то ей не пройдет минутки. Вот. У нас уже в нашем мультитуле коготь нож. Взяли, там режем, что хотите. Раз. Сложили. Разложили. Коготь. Заменили, допустим, на серрейтор. Ну, это у меня в данном ролике у меня только два этих сменных лезвия и третьи в комплекте. Вообще, есть их куча. И есть вот такое для снятия изоляции. Есть и такое. Ну, в общем, тут лезвий много есть. Хочу заметить, у меня есть вот такой вот Tanto Paraframe от Gerber. Вот, что как бы вы видите, конструкция похожая. И вот данный ножик, например, мне уже служит года два. Вот, он уже немножко ушатанный. В общем, штука классная. Соответственно, и это лезвие будет классным и полезным. Хотя можно выбрать и другие, как вы сами видите. Хочу также обратить ваше внимание на удобство открывания клинка. Одним пальцем большим. У него удобно открывать. Ну, закрывать, соответственно, еще раз. Раз. Открыли. Закрыли. Вот. Раз. Открыли. То есть, реально клинком удобно управлять. И его формы большие. Ну, это радует. Итак, для начала хочу протестировать не клинок, а наши ножницы. И протестируем. Ну, я думаю, что обычную картонку они будут резать. Вот, без проблем. Потому что ножницы годные. Картоночку порезала без каких-либо проблем. Ну, у меня есть вот такая вот бумага. Очень плотная. Она предназначена. Не знаю для чего, но мы с ней вырезаем прокладки для машин. Она очень плотная. Вот. И, как вы видите, без проблем. То есть, она намного плотнее обычной прессованной бумаги. Картона, вернее. Все. Она вот обычно. Без каких-либо проблем режет. Все очень легко и просто. Ну, и наждачечку. Так же можно порезать. Никаких проблем не будет с этим делом. Вот. То есть, без проблем каких-либо. Далее. Вот, например, кусачки. Это у нас вязальная проволока. Кусачки без проблем перекусывают. Вязальную проволоку. Допустим, наши плоскогубцы. Понятно, что они хорошо у нас работают. Потому что они сделаны из качественного материала. И хорошо выполнены. Нигде нет никакого люфта. То есть, все хорошо собрано. Корпус у нас алюминиевый. Вот, как я понимаю. Линеечка есть. Все удобно раскладывается. Складывается также. То есть, данный мультитул очень удобен в использовании. Бумагу резать будет он идеально. Я и не сомневался. Вот, вы видите. Просто идеально режет бумагу. Заточка очень качественная. Очень острая. Бумага бумагой. Давайте порежем нашу картонку. Также. Также картонку режет он без каких-либо проблем. Что бумага, что картонка ему поддается. Ну, это уже значит, что заточка у него качественная. То, сколько он будет держать заточку, ну, это нужно проверять уже со временем, скажем так. Вот. Ну, и еще раз порежем бумагу. Ну, то есть, это, конечно, не показатель, что я порезал. Эту бумагу толще, а потом режу А4. Вот. Но все же, все. Проблем никаких нету. Мультитул. Удобный, хороший, компактный. Идет в комплекте. Кобура к нему. Вот. В общем, кому интересно, можете присмотреться к данному экземпляру. Еще, опять же, замечаю. Ножи сменные у нас. Можно выбрать любой нож, который вам удобен. Клинок, который вам удобен. И сменить его на мультитуле. Благо, все это делается быстро, удобно и эффективно. Ну, что скажете, как вам девайсы? Этот мультитул был у меня ранее на обзоре. У него нет сменных лезвий. Но он прикольный. У него есть немножко какие-то другие инструменты, чем в этом. Ну, а этот Phantom 803 интересный, хороший, как по мне. И годный мультитул, годное устройство. У него есть также свои особенности. И уже каждый покупатель выбирает для себя, что ему нужно в данном мультитуле. Ссылочка на этот мультитул будет у меня в описании, если вам интересно. Ну, и на сам мультитул, и на его обзор. Жаль, правда, что я ссылочки вам не оставлю на российские магазины, в которых можно купить данные мультитулы. Но вы сами можете загуглить в России и купить. Если вы в Украине, ссылочки будут в описании. Вообще, штуки годные. У меня в машине данный мультитул лежит на всякий пожарный. И, ну, бывали реальные моменты, когда я им пользовался. И знаю многих людей, блогеров, которые пользуются не именно такими мультитулами, а другими мультитулами других фирм. Ну, этот классный. Могу рекомендовать, если вам нужен подарок себе или другу, или своему мужчине. Спасибо вам за просмотр. Пишите обязательно в комментариях, какой у вас есть мультитул, если он есть. А также пишите свои мнения про данный мультитул. Мне будет интересно послушать ваше мнение. Всем спасибо, всем пока, увидимся. Кстати, сейчас нахожусь в своем гараже, в своей мастерской. Так что переходите на второй мой канал. Ссылочки также будут в описании. И смотрите, что я здесь сделал. А сделал я здесь очень много интересного. И все это запечатлил в видео. Так что смотрите с удовольствием. Пока. Пока.